Вести Карачаева, Черкесия Рост туристического потока на курорт Архы требует строительства аэропорта в Черкесске. И в республике фиксируется резкий рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Далее об этих и других темах. Глава Карача-Черкесии Рашид Тимрезов представил председателю УПР модель экономического развития региона на Кавказской инвестиционной выставке, которая прошла в Минеральных водах. Напомним, это новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государствами и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала региона в России. Участники мероприятия могут ознакомиться с современными тенденциями и перспективами развития деятельности в области реализации масштабных инфраструктурных и инновационных проектов и программ. Руководитель региона Рашид Тимрезов рассказал премьер-министру страны, что прорывные проекты стали новой формой работы правительства и всей команды республики. Для Карачаево-Черкесии это такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. Еще хотел бы рассказать о том, что мы коллеги наши... Груша ваша? Не попробовали вы грушу у соседей? Да, очень вкусно. У нас самая большая граница, протяженность границы с республикой Абразия, наш братский народ. Самое главное, что я хотел вам сказать и я вам докладывал, на самом деле для нас прорывные проекты, они такой новой формой работы всего правительства, всей команды Карачаево-Черкесии. Хочу поблагодарить Юрия Яковлевича за поддержку постоянного региона и общественно-политической деятельности в социально-экономическом развитии. В модель экономического развития Карачаево-Черкесии, в частности, вошли такие прорывные проекты, как развитие зеленой генерации, развитие интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров и развитие туристско-рекреационных кластеров Архиз и Тиберда-Дамбай. По результатам реализации указанных проектов, общий объем инвестиций составит более 170 миллиардов рублей и позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест. Руководитель региона подробно остановился на каждом из трех направлений. Развитие зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. На данный момент в него уже вложено почти 22 миллиарда 500 миллионов рублей частных инвестиций. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Остальные проекты в области зеленой генерации реализуются в рамках утвержденных графиков. Интенсивное садоводство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии. В модель включены два проекта по закладке садов интенсивного типа, общей площадью 1000 гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. На сегодняшний день высажено 500 гектаров садов интенсивного типа. Вместе с тем особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта развития всесезонных туристско-рекреационных комплексов Архиз и Тиберда-Домбай с общим объемом инвестиций более 96 миллиардов рублей. Реализация указанных проектов позволит создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Позже Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. В ходе заседания обсуждались вопросы развития Северного Кавказа с участием представителей всех его субъектов. В целом в развитии округа мы видим положительную динамику. Многое сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. За прошлый год объем вложений в основной капитал достиг почти 8%. И есть росты в промышленности, увеличился объем товаров собственного производства. Сегодня наглядно мы видели это на стендах, проходя выставку. Серьезно уменьшилась безработица уже до примерно 10%. Это за последние три года минус 3,6% пункта. При этом возросло число занятых в экономике почти на 4,5%. Сегодня это более 4 миллионов человек. Президент отмечал, что любой проект на Северном Кавказе мы должны мерить такими важными критериями, как создание новых рабочих мест. Текущие изменения в структуре занятости свидетельствуют о повышении спроса на квалифицированный труд среди работодателей. Эти результаты стали возможны во многом благодаря поддержке, оказанной главой государства, правительством, ну и, конечно, работе руководителей регионов, которые ответственно решали поставленные задачи. Рост туристического потока на курорт Архиз требует строительства аэропорта в Черкесске. При этом бизнес готов участвовать в реализации этого проекта на условиях государственного частного партнерства. Об этом сообщил в ходе совещания прав комиссии по развитию Северокавказского федерального округа под председательством премьер-министра Михаила Мишустина на Кавказской инвестиционной выставке инвестор курорта Архиз Александр Ткачев. По его словам, создание аэропорта в Черкесске позволит также привлекать иностранных туристов. Это единственная республика на Северном Кавказе, у которой турпоток превышает более чем в 4 раза население самой республики. Население полмиллиона, а турпоток в Архиз сегодня 2 миллиона. И нет собственного аэропорта, хотя прогнозируемый туристический поток в республику до 2030 года будет 4 миллиона. Сейчас, по словам инвестора, дорога из ближайшего аэропорта Минеральные воды в Архиз занимает около 3-4 часов. Создание своего аэропорта позволит туристам добираться до курорта за один час. Карачао-Черкесия и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в различных отраслях экономики, культуре, образовании и туризме. На площадке Кавказской инвестиционной выставки составилась встреча главы региона Рашида Тимрезова с президентом Южной Осетии Аланом Гоглоевым. Так, в ближайшее время члены делегации Южной Осетии познакомятся с работой наших промышленных предприятий, посетят объекты туристической сферы и сельского хозяйства, а также поделятся своим опытом в реализации инвестиционных проектов. КАРЧА Делегация из Карачао-Черкесия побывала в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы администрации Ногайского, Джигутинского и Малокарачаевского районов Мурат Хапиштов, Мурат Лаипанов и Рамазан Байрамуков. От единого штаба Карачао-Черкесии бойцам передали три маневренных автомобиля, два внедорожника и семиместный фургон. Собран также груз, состоящий из продовольствия, аптечных наборов и технических оптико-электронных средств. Груз был сформирован, исходя из запросов ребят-военнослужащих. Главы трех муниципальных образований на передовой встретились с командованием и личным составом. В формате открытого прямого диалога военнослужащие сообщили о запросах и нуждах. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова начала цикл встреч с семьями участников специальной военной операции в городах и районах Карачао-Черкесии. Первая такая встреча с матерями и женами военнослужащих из республиканской столицы состоялась в мэрии Черкеска. В мероприятии также приняли участие первый заместитель администрации главы и правительства региона Мурат Хубиев, министр труда и социального развития республики Руслан Шаков, глава регионального минздрава Казим Шаманов, мэр Черкеска Алексей Баскаев, председатель регионального отделения комитета семей воинов Отечества по Карачао-Черкесии Аида Аннушко и другие ответственные лица. Отмечено, что несмотря на ежедневную работу правительства региона, городских властей, оперативного штаба, которые решают серьезные гуманитарные задачи, вопросы все равно возникают. Круг этих вопросов в первую очередь касается медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих, предоставления льгот, выплат, восстановления утерянных документов и других. В свою очередь, мэр республиканской столицы Алексей Баскаев рассказал о том, какая работа ведется в Черкесске по поддержке семей военнослужащих и мобилизованных граждан. Из них на сегодняшний день ряд семей получают систематическую помощь, другим семьям помощь оказана разово. Так, в рамках адресной работы по заявкам семей оказана помощь в ремонте жилья, приобретении лекарственных препаратов, детского питания и одежды, газового оборудования, получении медпомощи, оформлении мер социальной поддержки. Детями из семей участников СВО предоставлены места в детских садах. Решаются также вопросы трудоустройства родных мобилизованных горожан. Торговые сети страны обяжут создать полки с товарами российского производства. Документ предусматривает внесение поправок в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого предлагается ввести понятие товары российского происхождения, а также установить обязательную долю по разным наименованиям, определяемую Минпромторгом. Для стимулирования производства товаров с высокой добавленной стоимостью сначала предлагается использовать указанный механизм только по непродоводственной продукции. Распространение на продоводственную возможно во втором этапе. Согласно законопроекту, новые нормы не затронут торговые сети, выручка которых за последний календарный год не превышала 2 млрд рублей, а также сети монобрендовых магазинов. В Черкесске составилось пленарное заседание общественной палаты Карача-Черкеси, на котором подвели итоги проделанной работы за минувшие годы и обозначили приоритетные направления развития на будущие 12 месяцев. Информацию комментирует руководитель общественной палаты Елена Лешова. Председатели комиссии прям тут же озвучивали, что бы они хотели доработать, что не получилось в этом году, да, и что они хотят доработать. Вот с 1 мая мы начинаем свой новый отчет третьего года, четвертого созыва. Тарасу Гайворонскому из Медногорского Урубского района вручили медаль МЧС России за спасение погибающих на воде. В январе этого года шестиклассник спас на пруду двух 11-летних ребят, которые провалились, катаясь на льду. Тарас бросился на помощь, снял верхнюю одежду, взял палку и подполз к ребятам на животе, помогая тонувшим поочередно выбраться, а потом доползти до берега. Искренне восхищаюсь тем, как Тарас, еще совсем юный мальчишка, смог не только проявить смекалку и находчивость, но и показать настоящее мужество и отвагу. Далеко не каждый взрослый на такое способен. Спасибо родителям Тараса за достойное воспитание сына. Вся республика гордится смелым и решительным поступком земляка. С такими ребятами мы уверены в будущем и Карачаево-Чрикесии, и всей России, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. Карачаевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста и эксперта Карачаева-Чрикеска автодора, признав его виновным в халатности, повлекший по неосторожности смерть человека. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачаево-Чрикесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Он признан виновным по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». В суде установлено, что обвиняемый не предпринял надлежащих мер, предусмотренных его должностной инструкцией, в том числе по проведению текущих осмотров автодорог и выявлению дефектов, требующих устранения. В следствии ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 5 июня 2021 года в ауле Каменомост Карачаевского района обрушилась часть моста через реку Кубань. В результате обрушения в реку сорвался двигавшийся автомобиль, водитель которого погиб. Несмотря на правовую сложность доказываний и непризнание вины подсудимым, суд согласился с представленными стороной обвинения доказательствами. Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности, связанной с обеспечением безопасности в области дорожного движения в течение 2 лет. В последние годы фиксируется резкий рост преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Только за прошлый год ущерб от таких преступлений составил свыше 150 миллионов рублей, а по итогам 4 месяцев текущего года он превысил 80 миллионов. Злоумышленники похищают денежные средства граждан под видом сотрудников правоохранительных органов, МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, а также различных банковских структур. МВД по карачащей кейсе призывает быть бдительными и напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и представители финансовых учреждений не звонят и не предлагают свои услуги по пресечению незаконных банковских операций и не требуют денежных средств за какие-либо услуги. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда Сбера «Вклады в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Рассказывает игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, чтобы родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Сотрудники Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора выявили частное домовладение в Карачаевске, где незаконно содержались опасные хищники. Животных содержали в частном домовладении, вход на территорию был закрыт. Здесь же были обнаружены клетки для содержания животных. Нелегальный зоопарк сотрудники Россельхознадзора нашли во время выездной проверки индивидуального предпринимателя в станице Кардоникска и Зеленчукского района. Анализ данных системы «Меркурий» показал, что на площадку предпринимателя поступило 9 хищников. Два леопарда-меланиста – это черная пантера, три африканских льва, два тигра, персидский леопард и один волк. Всего же на учете в Республиканском управлении ветеринарии у предпринимателя состоят 30 хищных животных, среди которых пумы, рыси, тигры и львы. Отмечается, что использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Ученица из Карачачьей Кейси вошла в число победителей Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности. В этом году Олимпиада собрала 108 441 школьника из 85 регионов России и стран СНГ. Из Карачачьей Кейси зарегистрировались 1262 старшеклассника и учащихся средних профессиональных колледжей. В финал вышло 59 участников. Почетное место среди победителей Олимпиады заняла Полина Снорикова, ученица 11 класса 19 гимназии Черкеска. Торжественное награждение победителей и призеров составилось в Москве в Финансовом университете при правительстве страны. Ну и последняя информация. В Черкесске составилось 21 традиционное соревнование по гандболу среди детских команд, посвященное памяти погибших милиционеров подполковника милиции Сергея Ревенко. И майора полиции Валерия Бойко. В этом году в состязаниях приняли участие 7 команд из Астраханской области, Северной Осетии, Старопровского края и Карачао-Черкесии. Перед матчем участники и мероприятия традиционно посетили могилы погибших сотрудников, где возложили цветы и почтили память героев. По итогам турнира победителем стала команда Карачао-Вска. В финале ей уступили спортсмены из Владикавказа. Третье место завоевали гандболисты из Астраханской области. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Ритонирова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!